Привет, друзья! Сегодня я хотела бы... Ну, не то чтобы я, в общем, хотели бы мы вам поведать о наших длительных мучениях относительно выбора фасада. А с выбором фасада у нас была целая эпопея. Мы 150 раз передумывали, что это будет, и в конце концов пришли к тому, к чему мы пришли. Но об этом расскажет он. Вот он! Он! Сначала мы хотели сделать жутко модный фасад из косого планкина, из лиственницы. Можете в интернете поискать, как он выглядит, картинки офигенные. Вот, когда до дела дошло, косой планкин купить нормального, хорошего качества выходит достаточно дорого. А бы что лепить, ну, не хочется, чтобы там сучок на сучке был, который вываливается через один. В итоге начали смотреть, что подешевле. Подешевле, насколько я помню, у нас был вариант сделать металлический сайдинг. Да, кажется. Металлический сайдинг и... Нет, сначала профлист, по-моему, мы рассматривали. Ну, профлист, да, ферменка с металлическим сайдингом. Ну, в итоге как бы решили делать металлический сайдинг, всё здорово, по цене там прям вообще отлично. Но, углубляясь в вопрос, становится понятно, что там огромный геморрой сделать качественные откосы. Так, чтобы нигде ничего не затекало, чтобы всё стыковалось, потому что сайдингу эти откосы надо заправлять. Я этим никогда не занимался. У профессионалов-то не с первого раза это всё получается сделать. Вот, поэтому начали смотреть в сторону разных других фасадов, у которых более простой вантаж. Следующий вариант был... А, ещё, собственно, отказались от листницы, потому что её красить надо регулярно. Да, меня как-то не устраивает построить дом, а потом через 7-8 лет, когда я уже буду дряхлая старушка, ещё лазит тут что-то красить. Да, надо, в общем, обновлять периодически. Значит, смотрели в сторону металла, после металла смотрели в сторону того, что красить вообще никогда не надо. В итоге пришли к фиброцементу. Вот, фиброцементный сайдинг, цедрал, но мы так и не доехали посмотреть даже на него. То, что мы пока думали. Ну, там... Это дорого, как минимум. Монтаж, да, но там реально только на сам сайдинг, на наш дом потратить было порядка 380 тысяч только на сам сайдинг. Плюс ещё собрать всё там под систему, там, вент-зазор и прочее, вот это всё. Ну, в общем, короче, он бы нам вышел где-то в полмиллиона. И когда уже, ну, понимание приходит, что надо фасад закрывать, и денег как бы на него особо не заработали, в итоге мы решили взять самый простой, дешёвый фасад из обрезной доски и покрасить его... Отгори оно всё огнём! Да, покрасить его самоварной краской, как финны делают. Вот. Собственно, самоварная краска, она так называется, потому что её варят сами. Из подручных компонентов, которые можно, в принципе, купить достаточно там в любых магазинах, можно сказать. Краски, получается, 200 литров краски выходят в районе 3 тысяч рублей. А это как раз наш случай. А это просто даром. В случае того, что у нас на краску, на наш фасад, ну, как бы, в итоговом варианте уйдёт порядка 70 тысяч на краску для фасада. А так бы 3 тысячи, и всё, и на весь фасад хватило бы. Вот. Но есть там тоже свои тонкости. То есть, эта самоварная краска, она очень быстро... Не долговеч... Ну, она в состоянии, в состоянии, да, в таком, в котором её можно использовать, она пребывает очень недолго. То есть, там практически за день, максимум за два, надо её всю истратить. То есть, это надо реально тут 20 человек, чтобы они всё кисточками махали. Вот. А красить мы этой краской собирались вообще обычно обрезанную доску. Не струганную, прям, реально, прям из-под пилы. Потому что такая краска плохо держится на струганной доске и хорошо держится на обрезной только. Вот. И срок службы там чуть ли не по 20 лет у неё. Основываясь на опыте финнов и тех, кто уже этой краской у нас тут пытались что-то красить в России. Вот. Искали, значит, доску обрезную. Доску обрезную широкую, чтобы поменьше было стыков найти, что-то сложно кракто. Хотелось, чтобы она была шириной 25 сантиметров и 20 сантиметров толщиной. В итоге, такую доску найти, ну, просто нереально. Её можно напилить на заказ, но это всё время и, как бы, времени нет. Все продают доску максимум 20-ку и она, ну, в лучшем случае 20, в худшем случае 25 миллиметров толщиной. Соответственно, при нашем объёме там, ну, разница ощутимая получается. Вот. Начали смотреть, что, в принципе, от строганной доски до какого-нибудь имитации бруса, какой-нибудь строганной, в принципе, там по деньгам разница 1015 получается на наш объём. Но уже вылазит стоимость краски. Ну, да бог с ним. Зато будет более-менее фасад нормальный. Короче, начали искать имитацию бруса. Нашлась. Нашёлся небольшой цех деревообработки, который и имитацию бруса дешёвую предлагал, и плюс ещё у него лежал готовый планкин. Правда, не из лиственницы, а из сосны, но всё равно. Планкин класс А, то есть там мало сучков, идеальные доски, сухие, всё красиво, замечательно. Но планкин был какого-то нестандартного размера. То есть он был чуть шире, чем обычный планкин, и чуть толще, то есть вместо 20-25 мм. Ты же самое интересное не упомянул. Ценник? Ценник там вообще даром был, просто 300 рублей за квадрат за этот планкин просили. Вот. Но когда там уже до дела дошло, выясняется, что планкин на этого есть 5 кубов, а нам надо на весь дом что-то в районе 7 кубов. Вот. И поскольку разумительного ответа владельца этой лесопилки и деревообрабатывающего этого цеха получить не удалось, когда будет ещё 2 куба, то связываться мы с ним решили, как бы, это, не связываться. Потому что половину сделать, да. Потому что, да, сделать половину дома, и потом непонятно где искать и заказывать это, как бы, нестандартного размера изделие, это, как бы, слишком большой геморрой, и решили взять в проверенном месте, пусть там чуть дороже, но зато стандартные размеры всегда в наличии. В итоге взяли, ну, уже начали закупать планкин по 400 рублей за квадрат из сосны. Сорт А. Вот. Так что ждём теперь, когда нам его доставят, чтобы уже начать красить и монтировать. Будем делать без вентзазора. Будем прям фигачить на ОСБ, как в Америке делают. На ОСБ сразу скрытый крепёж из пластика. Там будет небольшой вентзазор, и, в принципе, его достаточно. Потому что в Штатах, например, пластиковый сайдинг вообще лепят без забрешётки сразу на ОСБ. И у них дома такие стоят без проблем по многу-много десятков лет. Расскажи, как мы на крепёжке сэкономили. Мы хотим делать скрытый крепёж планкина. То есть, чтобы снаружи не было никаких там гвоздей, саморезов, шурупов и прочего. То есть, сверху он будет выглядеть просто крашеная доска и всё, без следов крепления. Такой крепёж есть, называется «Змейка». Это патентованный крепёж. Ввиду патентных сборов, во-первых, его дорого продают. Во-вторых, его нельзя сделать самостоятельно где-нибудь заказать, потому что могут поступить там санкции, последовать. По чём стоил бы официально крепёж, патентованный на наш объём? Крепёж «Змейка» стоит 17 рублей за штуку. Таких штук надо на каждую доску, каждые 60 сантиметров. Плюс по краям. Соответственно? Соответственно, на наш объём это надо где-то в районе 4 800-5 тысяч штук. По деньгам? По деньгам при таком объёме нам предложили скидку по 14 рублей за штуку, но там всё равно получается под 70 тысяч только на крепёж надо. Это сами планочки, плюс ещё надо кучу-кучу саморезов к ним покупать. Это ещё сам Планкин? Кстати, Планкин все говорят. Ну, все говорят, кому как нравится. Ну, не суть. И ещё краска. Да. Итого получается у нас на Планкин уйдёт в районе 140 тысяч, на краску у нас уйдёт где-то 70, там плюс-минус, как мы уложимся. Крепёж мы делаем сами из пластика, из ударопрочного полистирола. Пока у нас на крепёж ушло, ну, там, чуть меньше 16 тысяч, плюс ещё его надо весь порезать. А весь порезать это в районе 70 часов лазерной резки. Ну, и здесь ещё плюс то, что мы, в общем, счастливые обладатели лазерного станка. Поэтому можем самостоятельно... Да, благо есть на чём его порезать. Да, можем сами это сделать всё, таким образом сэкономив. А сейчас... Чё, а сейчас мы будем делать пробные выкрасы. Мы сейчас, ну, хоть нам Планкин и привезли, но сосна у нас есть, мы её напилили, она выглядит прям так же, как этот Планкин, красивенько. Вчера она была загрунтована, сейчас мы будем пробовать её красить первым слоем теми тремя цветами, которые мы выбрали для фасада. Мы купили пробники. Да, мы купили пробники Лайнос по 150 грамм, три цвета. Каждая ванночка стоила 350 рублей. Будем мешать. Будем мешать. Ведро грунта... У них есть грунт с маслом, ну, он у них весь, в принципе, грунт с маслом. Но есть просто грунт с большим количеством растворителя, который хорошо уходит в дерево и очень хорошо проявляет структуру дерева. А есть грунт, в котором больше масла, содержание, он дороже, и он меньше проявляет структуру дерева, поскольку у нас будут лисирующие краски, ну, то есть они будут, не то чтобы лисирующие, это будет так называемая глазурь, то есть они не укрывные, через них будет видно структуру дерева, то мы решили использовать грунт, который эту структуру больше проявляет, чтобы, ну, посмотрим. Надеюсь, будет красивее, чем с грунтом, у которого масла больше. Ну и продолжение следует. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова